Приветствую вас, если говорить о вашей проблеме вкратце, то я думаю, что и вам, и вашему мужу имеет смысл обратиться за индивидуальной консультацией, вот, потому что и от вас требуется определенная работа над собой, и от вашего мужа, возможно, тоже. Хотя, здесь, конечно, есть определенный прикос, о нем я тоже скажу. То есть, если говорить о том, что вам делать конкретно, то это только один путь, индивидуальная работа с психологом, либо очная, либо вот через интернет, как вот вы обращаетесь, например, сейчас, только вы выбираете себе эксперта, приватно с ним договариваетесь, и, соответственно, начинаете, работать, вот, и вы, и ваш муж, либо у одного психолога, либо у, соответственно, у разных, да, то есть у мужчины, например, у женщины, а вам у мужчины, вот, здесь момент такой. Это вот, если коротко, коротко отвечать на ваш вопрос. Теперь, давайте разберемся в более подробном. Вы пишите, что мы с мужем 5 славянный лет, с самого начала воспринимали его, как своего рыцаря, защитника и опору, но не как мужчину, который меня привлекает сексуально. Ну вот, смотрите, вы пишите, что мужчину вы воспринимали, как своего защитника, рыцаря и опору, то есть это такая, своего рода идеализация происходит, да, то есть вы идеализировали своего мужа, ну, будущего мужа, тогда еще, да, это был не муж. Вот, вы его идеализировали, и, соответственно, возникает вопрос, а на каком основании, на каком основании вы своего мужа идеализировали, ну, вообще? То есть, вот, какие желания у вас стояли за, собственно, идеализации? Ведь очевидно, что какие-то желания у вас были, есть, и очевидно, что какие-то желания будут. То есть, вам нужен мужчина, вам нужен мужчина опора, вам нужен мужчина защитник, получается, вам нужен мужчина, который бы, ну, вот, как-то, как-то вас, вероятно, ну, от чего-то защищал, вот, опять же, поправьте меня, если я здесь ошибаюсь. То есть, вам нужен мужчина, который выполнял бы определенные функции, и эти функции, это то, что заставляют ваши желания. То есть, вот, у вас есть какие-то определенные желания, у вас есть определенные потребности, и вы хотите, чтобы мужчина эти потребности ваши удовлетворял. Возникает вопрос, в каком случае, если вы воспринимали своего мужчину как защитника, да? Если вы воспринимали своего мужчину как, значит, рыцаря, как опору, то опору в чем? Защитника от чего? То есть, от чего, по вашему мнению, да, он, ну, должен вас защищать. Как, как вообще получилось так, что вас нужно от чего-то защищать? То есть, вам что-то угрожает, вас что-то напрягает, у вас какие-то, ну, трудности есть, или что, или как. Понимаете? Какая история? То есть, возникает вопрос, насколько гармоничная и самостоятельная вы личность, да? Это первый аспект. Второй аспект. Если вы своего мужчину воспринимаете как защитника, как отца, да, то вполне возможно, что вам и нужен отец, вполне возможно, что у вас не завершены какие-то дела с отцом. Может такое быть, вполне, если у вас были какие-то проблемы с папой в детстве, да? Вот, ну, например, папа был от вас, скажем, отдален через всю, с папой были отношения напряженные, что вы и нуждаетесь, соответственно, в отце. То есть, вы недостаточно зрелая личность для того, например, чтобы не нуждаться в родителе. То есть, вы чувствуете себя девочкой, потому что вы не повзрослели, вы не выросли. Вы не, вероятно, не до конца созрели. Понимаете? Не прошли вот этот вот этап взрослости, по сути это дело. Вот. И вполне возможно, что в этом вам, ну, собственно говоря, можно и нужно помочь. Опять же, если вы хотите этого, понимаете? Если вы сами этого желаете, то вам можно помочь. Вот. Вот. То есть, тут нужно разбираться вот именно, именно в этих, в этих аспектах. Да? То есть, вот, именно эти аспекты важны, именно эти моменты важны. То есть, если я чувствую себя девочкой, да, а не женщиной, то, значит, соответственно, что-то, наверное, не так. У меня что-то, наверное, не так, не так в моей жизни и, соответственно, что-то я делаю, ну, наверное, неправильно. Да? То есть, выстраиваю отношения я, наверное, с мужчинами и со своим мужчиной в частности. Ну, как-то вот, не то чтобы даже неверно, а как-то деструктивно так, что я даже сама от этого не получаю, да, никакого, никакого удовольствия. Вот. Дальше. Вы пишите. Ждала все эти годы, что что-то изменится благодаря работе с собой, может быть, увеличению доверия, может быть, чего-то ещё. И думала, что сексуальное желание проснётся. Вы пишите. Ждала все эти годы, что что-то изменится. Ну, здесь, наверное, нужно сразу сказать, что если человек ждёт чего-то, то меняется что-либо весьма и весьма неохотно. Ну, потому что если ждать, то изменения, они могут и не прийти. Вот. Вы, конечно, говорите о том, что вы занимались работой над собой. Вот. Вы говорите, что вы вели какую-то работу над собой. Но, опять же, какую именно работу над собой вы вели, вы не раскрываете. А это, в общем, в общем, в общем и целом довольно важный момент, и об этом нужно разговаривать. То есть, какую работу вы вели над собой. Что именно вы делали. Чем именно вы занимались. Что вы предпринимали, что вы предпринимали для того, чтобы вот, собственно, значит, ну, чтобы воспринимать мужчину как мужчину, да, а не как своего отца. То есть, что это была работа. Что это была за работа над собой. Вот. У вас. Вот мне кажется, это очень важно, потому что, ну, опять же, это важно, если мы хотим понять, что именно вы делали, и что именно у вас, собственно говоря, не получилось, да. То есть, если вы хотите ситуацию поменять, то нужно определить, что именно вы делали не так. А то, что вы что-то делали не так, это, ну, на мой взгляд, да, совершенно очевидно. Что, что это вы делали не так, потому что иначе, если бы вы делали все верно, да, то, ну, не было бы, соответственно, у вас никаких бы проблем. То есть, я полагаю, что это очевидно. Вот. Ну, я надеюсь, что для вас это очевидно. Вот. Итак, понятно, да, я надеюсь, понятно, что нужно здесь понять, что вы делали, чтобы это изменилось. То есть, вы говорите о личностном росте, я хочу, соответственно, знать, что именно вы делали, как вы делали и, соответственно, для чего. Вот. То есть, то есть, меня насторожилось, что вы чего-то ждете. Вот. Меня очень насторожилось, что вы чего-то ждали, ожидали, надеялись, там, и так далее. Вот это вот меня очень насторожило. Самое все обычное, еще раз повторю, когда люди ждут, все, соответственно, мало что происходит и мало какой, собственно, говоря, бывает результат из этого. Вот. Понятно, да? О чем идет речь? Дальше идем. Дальше идем. Сейчас всего нет вовсе, и более того, муч меня раздражает. Вы пишите, может увеличение доверия. А между вами что, не было доверия? Ну вот, что вы говорите про его увеличение. То есть, если вы говорите про увеличение доверия, значит, вполне вероятно, что этого доверия не было. Но если между вами не было доверия, то как же вы тогда выстраиваете отношения, если между вами нет доверия? Согласитесь, это несколько, несколько странная позиция. Согласитесь, это несколько, несколько, такая, ну, я бы сказал, противоречивая история. То есть, доверия нет, вы с этим человеком, значит, вступаете в отношения. Вот. Ну, то есть, это, как-то это странно. Вот. Как-то это странно. Вы говорите, дальше может, чего еще? Это вот, это вот, еще более интересный момент. Может быть, чего еще? То есть, вы даже, вот, не знаете, что может быть, да? Вы не знаете, в чем вообще может быть проблема, да? Вот. Но, значит, собственно говоря, надеетесь на то, что может быть, может быть ситуация, значит, поменяется, вот. Может быть, может быть, чего еще. Ну, это говорит о том, как вы, значит, подходите к решению проблемы своей, потому что, в общем-то, это показывает то, что вы либо не серьезно рассматриваете вашу проблему, либо вы считаете, что она может решиться сама собой. То есть, вы, по сути дела, не привыкли брать на себя ответственность за свои действия и свои поступки. Вот. Опять же, эм… Вполне вероятно, что это связано именно с тем как раз, что, что вы не получали родительской любви и собственно не выросли, не выросли до необходимого уровня. ну, я имею ввиду, морально, да, духовно, вот, духовный рост-то вот у вас, ну, вполне возможно и нет, и, соответственно, средств для того, чтобы брать ответственность тоже нет. Может быть, тогда считается, что ответственность вы или не должны брать, или за вас её должны брать, либо какая-то ещё история здесь может быть. Какая, я, конечно, пока сказать не могу, вот. То есть, вот, очевидно, что к самим отношениям вы, ну, как-то вот, знаете, недостаточно серьёзно подходили, и вполне возможно, что недостаточно серьёзно к отношениям вы и подходите, в общем-то, говоря, вот, говоря грубо. То есть, нет чёткого разделения на то, где я, где моя ответственность, где ответственность, соответственно, моего мужа, например, да, и так далее. Вот этого ничего нет у вас. Ну и, собственно, отсюда все трудности, скорее, скорее всего, у вас и возникают. Я, конечно, не знаю, может быть и не все трудности, но какая-то часть трудностей однозначной и точно возникает именно отсюда. Вот. И с этим, конечно, тоже нужно что-то делать, с этим тоже, конечно, нужно как-то работать, разбираться с этим и так далее. Вот. Вот. То есть, я надеюсь, здесь вам тоже всё понятно. Более-менее. Так. Сейчас его нет вовсе, и более того, мы с меня возвращаем, как только он меня хочет, я начинаю нервничать и пытаться спуститься на нет. Ну, то есть, вы здесь боитесь, значит, интимной близости. Вот. Я, конечно, не знаю, насколько вы боитесь интимной близости вообще. Да? То есть, ну, вот. это у вас только с мужем и с мужчинами или это у вас только с определенными мужчинами. Вот вы говорите, что периодически, значит, периодически у вас появляются мужчины, которого вы хотите. Да? То есть, это, по сути дела, ну, не близкие люди. То есть, это запрет на интимную близость между близкими людьми. Получается. То есть, любовь и секс у вас идёт в раздельности. это означает, опять же, определённые установки, негативные, которые вам, вполне возможно, были заданы, ну, той же семье ещё. Вот. Ну, то есть, у вас есть вот это вот чёткое, чёткое разграничение любви и, собственно, секса. И вот этот момент, конечно, ну, тут тоже является деструктивным. И является вследствием того, что, ну, вероятно, вследствием того, что между близкими людьми, между родными людьми и людьми никакого, никакого секса быть не может, по вашему мнению. Вот это вполне может быть связано с тем, что ваш отец был слишком отстранён от вас, слишком отдалён от вас, слишком, значит, он был далеко от вас, вот. И вы просто-напросто, не имея с ним связи, считали, что вы недостойны его, и это же вот перенесли на теперь отношения со своим мужем. Вот. А я, конечно, я, конечно, я, конечно, не знаю, вот, всех моментов, да, я, конечно, не знаю, всех аспектов, вот, но, вероятно, вероятно, одна из причин, она заключается, вот, именно в этом, именно, именно в этом аспекте. и, если это так, то, конечно, с этим, ну, однозначно, нужно, нужно, также что-то делать, потому что, если не делать, то, ну, совершенно очевидно, что улучшений никаких у вас не будет, не будет, да, это, я надеюсь, это, это понятно, да, вот. Ага, дальше, вы пишете, я пытаюсь выститься на нет и начинаю нервничать. А, ну, вот, в принципе, тоже достаточно важный, важный момент, попробуйте на этом застрять свое внимание. Вот вы говорите, что вы начинаете нервничать. Вот по поводу чего вы нервничаете, по поводу какого спектра вы нервничаете, по поводу, что вызывает у вас страх и, ну, страх и пугливость, что вызывает у вас нервозность, конкретно, конкретно, да. Вот постарайтесь себе ответить на этот вопрос, это на самом деле очень важно, если мы хотим вам и вашему мужу, возможно, да, помочь. Вот, без этого, без этого, соответственно, невозможно будет это сделать, да. Вот. То есть, что именно вас напрягает, напрягает, что именно вас нервирует. И по какой причине, по какой причине, вот, постарайтесь, пожалуйста, на это ответить, ну, постарайтесь об этом подумать, да. Вот. Кстати, ну, вы пишете, что хотите свести все на нет, это, конечно, понятно, то, что вы боитесь, вот. Хотя, конечно, непонятно, с чего именно вы боитесь, но я полагаю, что, если поработать, то будет, ну, будет лучше, лучше будет понимание того, с чем конкретно мы имеем дело. Вот. Опять же, для этого нужно, чтобы вы хотели работать, чтобы вам это было интересно, чтобы вы были заинтересованы в этом, да. А дальше идём, значит, так. Ситуация периодически начинает выходить под контроль, и появляется мужчина, которого я хочу. Не очень понятно, что вы подразумеваете под, а ситуация периодически начинает выходить из-под контроля, потому что, ну, как вы сами, я надеюсь, прекрасно понимаете, что это не выход ситуации из-под контроля, как таковой. Да, это не выход ситуации из-под контроля, а именно как таковой. Это скорее, это скорее проявление ваших желаний, это ещё не выход ситуации из-под контроля, ещё нет. Вот. Что вы называете выходом из-под контроля? Свои желания, свои потребности, свои чувства, то, что вы сексуально не удовлетворены, это вы называете, значит, выходом из-под контроля. Опять же, а вы считаете, что по-другому, что должно быть по-другому? Или как? На что вы рассчитывали? Чего вы, ну, ожидали, собственно говоря? Вот. То есть, вы как к этому относитесь? Ну вот, ко всему вот этому, как вы относитесь? Как вы считаете, ааа, правильно это, неправильно это, что-то происходит? Ааа, закономерно ли это, ааа, незакономерно ли это? Понимаете? Вот. Вот. То есть, мне представляется эта история так, что нужно вот вам разобраться с этим сперва, с тем, как вы всё это воспринимаете, как вы всё это видите, что это всё для вас, ааа, именно для вас, значит, для вас, ааа, значит, самой. Вот. Мне кажется, что это вот то, на чём нужно заострить внимание в первую очередь. Обязательно. Ну, конечно, не в первую очередь, но очень важно, чтобы вы это поняли, чтобы вы на этом заострили своё внимание, да? Ааа, значит, дальше идём. Появляется мужчина, которого я хочу. Ааа, какой это мужчина? Обладает ли он какими-то определёнными признаками, ааа, характеристиками, ааа, чертами? Ааа, значит ли он что-то для вас? То есть, мне представляется ситуация такой, что нужно вот на этот вопрос вам тоже ответить. То есть, что именно вас привлекает? Если это какой-то определённый тип мужчин, да, допустим, то это одно. Если это, соответственно, разные мужчины, но просто вы периодически ходите и ходите немножко другое всё-таки. Понимаете? Вот. Ну, очевидно, мне кажется, что проблема ваша, она вот именно в том заключается, что вы просто-напросто не, эээ, ну, не можете совместить, эээ, секс и любовь. Вот это вот у вас абсолютно несовместимо, эээ, как это видится мне, по крайней мере. Вот. То есть, эти две вещи, они для вас абсолютно несовместимы. Вот. Но это, опять же говорю, всё это идёт из семьи, из семейного опыта, к сожалению. Вот. Надеюсь, что вы для себя это зафиксируете, да, и, соответственно, постараетесь от этого исходить. Вот. Из того, из того, что я сейчас сказал. Вот. Ибо это, в общем и целом, очень важный момент. Вот. Опять же, если вы хотите наладить контакт между вами и вашим мужем. Вы пишите. Но я люблю мужа и страшно даже представить, что мы не будем вместе. Эээ, понимаете, любовь, она подразумевает, ээ, то, что вы делаете человека счастливым. Вот. Это то, что подразумевает любовь, да? Эээ, то, что делаете вы, то, что делаете вы. Это с трудом можно назвать любовью, если честно, потому что вы, по факту, просто боитесь сейчас потерять своего мужчину, своего мужа. Вы говорите, что страшно представить, что мы будем не вместе. Вот. Так, а почему страшно представить? Значит, вы чего-то боитесь, значит, вы чего-то опасаетесь, значит, у вас есть какие-то страхи и у вас есть какая-то потребность. Потому что любить человека, значит, быть готовым, в вашем случае готовый, опустить его, если будет такая необходимость. Вы же явно не готовы своего мужа отпускать. Вы говорите, что страшно представить, что мы будем не вместе. Так, а, то, что вы воспринимаете его только как родителя, то, что муж не получает сексуального удовольствия, сексуального наслаждения и вообще не имеет сексуальной жизни. То, что муж чувствует, что, значит, ну, что вы воспринимаете его исключительно как, значит, ну, исключительно как родителя. Это хорошо? Не думаю. И как, и как у вас во всё это вовлекается любовь? Возникает вопрос. Как во всё это вовлекается любовь, ваша любовь к мужу? Понимаете? Непонятно. Вот. Поэтому насчёт того, что вы его любите, я бы здесь, собственно, не то чтобы поспорил, вот, ну, просто, возможно, возможно, уточнил бы этот вопрос. То есть, вполне возможно, что у вас помимо любви есть ещё какая-то примесь. То есть, любовью вы его любите не чистой. Вот. И вот это, конечно, очень важный тоже момент. Если любовь не чистая, то, соответственно, и отношения тоже очень такие себе. Вот. Дальше. Идём. Значит, так. Что делать? Ну, об этом я вам сказал. Он мне как отец или брат, но не как мужчина. Так, а здесь нужно разбираться в вашем восприятии человека. Вот как вы его воспринимаете? Как складывалось ваше восприятие его? Для чего? Зачем вам такой мужчина? Как получилось так, что вы выбрали такого мужчину? Ну, себе. Как так вышло? Ведь, вряд ли же случайно. Вы же его и выбирали, вы же, вы же в конце концов говорили ему «да», когда выходили за него замуж. Вот. Всё это имеет значение. Всё это имеет ваш выбор. А получается, что вы ответственность за свой выбор нанесёте. А если вы ответственность за свой выбор нанесёте, значит, вы ещё остаетесь где-то в детском состоянии. И вполне возможно, что мыслите именно такими вот, ну, детскими немного, мистическими, магическими понятиями и представлениями. Что означает, что вам необходим личностный рост. Вот. И в вопросах личностного роста, а это как раз-таки независимость, это как раз-таки самостоятельность, это как раз-таки личные границы, ответственность. Вот. Значит, в этом всё вам можно помочь. Вот. В этом всё вам можно помочь. Ну, а, соответственно, мужа, вы ничего не говорите здесь про мужа, да, только сказали, что он страдает. Вот. Ну, это на самом деле довольно мало, да, то есть страдать можно в общем и целом по-разному. Вот. Мне думается, мне думается, что в любом случае ему тоже нужна помощь, потому что ничего хорошего о себе он не думает, когда у него такая ситуация происходит. Вот. Ну, а вам, вам, скорее всего, разбор отношений с папой и, собственно, разрешение, разрешение на сексуальные отношения с тем, кого вы любите, если вы действительно его любите. Вот. Здесь нужно разбираться. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, как вы понимаете, вам рекомендуется индивидуальная работа с психологом, ну, если вы хотите всё разобрать. Вот. Пока что я рекомендую вам подумать вот о чём. Вы, наверное, знаете, что именно вас, ну, возбуждает, что именно вас привлекает, что именно вам нравится в мужчина, ну, в мужском поведении. Что вызывает у вас сексуальное возбуждение и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Наверняка вы это всё знаете. Поэтому мне кажется, что будет лучше, если вы попробуете, попробуете, только попробуете, это всё как-то суммировать. Суммировать и, ну, структурировать. Что именно. Какое поведение вам нравится, какое отношение вам нравится, как вы хотите, чтобы мужчина вас воспринимал и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. И быть может, вы об этом со своим мужем, да, и поговорите. Может быть, об этом вы со своим мужем и, ну, как бы, пообщаетесь, постаравшись понять, что именно хотите вы и может ли муж вам это дать. Смотрите. Вот. То есть вот вы говорите, что он мне как отец. А какую функцию выполняет отец, да? Какую функцию выполняет баба? Баба выполняет функцию какую? Защиту. Да, он защищает. Ну и, соответственно, предложите своему мужчине, значит, не принимать все решения за вас, например. Предложите своему мужчине, да, значит, ну, себя в качестве, в качестве, скажем так, субъекта своих действий. Вот. Ну, в качестве источника активности. Возьмите на себя ответственность за часть своих действий. Вот. Скажите ему, нет, я сама. Вот. Если на вас чересчур заботятся, значит, договоритесь о том, чтобы это, этого стало меньше. У вас, между вами. Вот. И посмотрите, посмотрите еще, в каких аспектах ваш муж берет за вас большую ответственность, чем это нужно. То есть, по сути, по сути, по сути, почему вас привлекает другой мужчина, да? Потому что он, как бы, воспринимает вас, как равную себе. То есть, вы равны ему. Вот. Ну, это я так, скажем так, по умолчанию, да, говорю, то есть, это вы равны ему. А со своим мужем, вы не равны со своим мужем. Со своим мужем, у вас не получается быть равны ему, да? Вот. Ну и, собственно, поэтому и сексуальных отношений не получается. Вот. То есть, здесь, на мой взгляд, все достаточно просто. Вот. И, соответственно, если вы со своим мужем сможете уравнять друг друга или занять, если вы поможете ему занять такую позицию, какая была бы комфортно вам, вот, то вполне возможно, что ваши сексуальные отношения стали бы более, ну, более развитыми. Вот. Но для этого нужно что-то делать, знаете, не просто ждать. И я вот не знаю, какую, какую вы работу выполняли, да? Вы говорите, что я работал над собой, вот, что именно вы делали, непонятно. Вот. Для этого нужно именно действовать. За это разговаривать с мужем, объяснять ему или нашли твою позицию и так далее. Вот. И, собственно, возможно, пересмотреть свои ценности. Вот. Ну, тут, правда, тут, правда, есть, конечно, такой вариант, да, что, быть может, вам мужчина будет уже и не так интересен, собственно. Говоря, если вы будете с ним на равном, вот. Может быть такая история, что вам не будет нужен ваш муж, вот. Это такая, знаете, ну, вероятность, возможно. Поэтому я рекомендую вам это всё-таки иметь в виду, ну, просто потому что, просто потому что, чтобы вы были готовы к возможным последствиям. Потому что вы, может быть, охладеете именно к мужем, потому что вы-то его выбирали себе, когда он был вам нужен как защитник, как опора, вот. А если он перестанет, значит, быть ею, то вполне возможно, что вам и не будет он больше интересен, вот. Поэтому, извините всё как следует и, соответственно, подумайте, будете ли вы что-то делать с отношениями или нет. Вот. Есть такой вариант, ещё, может быть, такой вариант, что, собственно, вот, вы договариваетесь с мужем, что вы вместе, вот, просто, ну, пока вот вы друг друга любите. То есть, указывая свой сексуальный партнёр. Вот. Может быть, имеет смысл один раз перебороть себя и позволить ему заняться с вами сексом. Опять же, не понимаю, у вас никогда не было секса или как, как это происходит, вот. Непонятно. Вот. Я думаю, что вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.